Здравствуйте! Время новостей на телеканале «Русский мир» в студии Евгения Фахурдинова. О том, что происходит в мире русского зарубежья, узнаем прямо сейчас. В Москве стартовала международная экспедиция автопробег «Зов предков». В Греции прошло государственное тестирование по русскому языку, как иностранному. В Сан-Марину завершился международный фестиваль-конкурс исполнителей русского романца «Третий романсиадов» в Сан-Марину и Италии. А сейчас более подробно об этих и других мастерах. В Москве стартовала международная экспедиция автопробег «Зов предков». Это выдающийся гуманитарный проект, объединяющий семь стран евразийского континента в культурно-просветительской, образовательной и познавательной областях. Сюжет об этом событии смотрите далее. Колонна из десяти машин проедет 30 тысяч километров через Россию, Казахстан, Узбекистан, Монголию, Китай, Северную и Южную Корею. В экспедицию отправились руководители Ассамблеи народов России и Ассамблеи народов Евразии, руководители корейских общественных организаций, зарубежные фотографы, путешественники из Германии и Италии. На разных этапах к автопробегу присоединятся блогеры и журналисты. Ключевым событием экспедиции станет пересечение 38-й параллели границы между Северной и Южной Кореей. Это мероприятие для нас значимо. Оно призвано служить расширению сотрудничества между различными странами Евразийского континента. И, на мой взгляд, это сотрудничество, это влияние различных культур должно послужить такую очень благоприятную службу для развития туристических направлений, для продвижения бренда Москвы на те территории, через которые будет проходить автопробег. Проект проходит при содействии Министерства иностранных дел России, Комитета по туризму города Москвы и Национальной организации «Туризма Кореи». В рамках автопробега откроются стационарные фотовыставки в Москве, Новосибирске, Иркутске, Владивостоке, Пхеньяне и Сеуле. В остальных городах автопробега откроются передвижные фотовыставки. Руководитель проекта Эрнест Ким уверен, что такая экспедиция способствует сближению двух корейских государств и поднятию авторитета русскоязычных корейцев. Отличие этого автопробега заключается в первую очередь в том, что мы попытались охватить большее количество государств и пройти по большим территориям, в отличие от предыдущих пяти автопробегов. Там были целенаправлены два государства, связанные с корейской тематикой. А сейчас мы уже вовлекли в это и Среднюю Азию, и Монголию, и Китай, объединив это в большой круг по евразийскому континенту. В ходе экспедиции участники увидят и посетят достопримечательности городов и стран автопробега, дворцы древнего Самарканда, современную столицу Казахстана Нур-Султан, памятник великому Чингисхану в Улан-Баторе, великую китайскую стену, гору Пиктусан, самую высокую точку корейского полуострова, Пусанский пролив, а также Ивалгинский дацан, самый большой буддийский храм на территории России и озера Байкал. Финиширует экспедиция в Москве 15 сентября. В конце июня в городах Греции прошло государственное тестирование по русскому языку как иностранному. Репортаж об этом событии подготовила наш специальный корреспондент Ирина Рогальская. Государственное тестирование по русскому языку как иностранному проводится в Греции уже много лет подряд. В Афинах оно проходит в Российском центре науки и культуры, который является правомощным органом по его организации и проведению на территории Греции на основании соглашения между правительствами Российской Федерации и Греческой Республикой от 6 декабря 2001 года. Раньше в основном греки сдавали, сейчас больше дают наших соотечественников, то есть дети, которые растут в билингвальных семьях. И процент я не скажу, но однозначно их становится больше. Основная масса детей билингвов приходит на сдачу экзамена, имея за плечами обучение и подготовку в русских школах выходного дня. И в этом году пройти свое первое тестирование на базовый уровень владения русским языком пришли ученики русской школы «Веселые нотки». Как долго ты ходишь в русскую школу? Четыре года, по-моему. Четыре года? Три года назад, в 2016-м. Как будто бы это было вчера, помню. Вот с трех лет, сейчас ей 13, 10 лет мы ходим в эту школу. Ну, нам очень нравится, у нас такой там, вот учителя, такой подход к детям. Первое, что я заметила, это любовь и искренность к детям. То, что вот у нас сейчас этого не хватает, искренности. Вот в нашей школе именно это чувство. Искренность, любовь, потом педагоги. Уровень обучения, ну, очень высокий. Подход такой к детям. Дети с радостью бегут в школу. Я могу сравнивать 10 лет назад уровень преподавателей, именно преподавателей и сейчас, то это, конечно, небо и земля. Потому что мы постоянно, периодически проводим семинары для преподавателей, в том числе и по тестированию. Поэтому уровень преподавателей во всех школах очень хороший. Государственное тестирование в Российском центре науки и культуры проводится специалистами Головного центра тестирования иностранных граждан Московского государственного университета имени Ломоносова, МГУ. И в случае успешной сдачи экзаменов, тестирующиеся получают международный сертификат государственного образца МГУ имени Ломоносова, признанный Верховным Советом по распределению вакантных мест госсектора Греции АСЭП. Язык билингвальной семьи нужно, конечно, сохранять, в данном случае русский. Ну, в той же Греции, посмотрите, во многих магазинах, в туристическом бизнесе уже владельцы этих гостиниц, магазинов часто требуют знания какого языка, помимо греческого, русского. В Салониках, практически на севере, весь турбизнес говорит на русском языке. Конечно, я чувствую себя очень окрыленно, в первую очередь, так же, как и дети. И, можно сказать, даже какую-то гордость. Гордость за то, что мы ведем этих детей правильно. Я сегодня пришла, посмотрела, они настолько уверены в своих силах. Ну, у нас, в общем-то, девиз нашей школы – учиться надо весело, чтобы хорошо учиться. Поэтому, я думаю, что мы все-таки ведем их в правильном направлении. Хочу продолжить изучать русский язык и издать на высшем уровне. День семьи, любви и верности отметили в Российском культурном центре в Вашингтоне. О том, как прошел торжественный вечер, посвященный одному из самых добрых и светлых праздников, смотрите далее. Мероприятие прошло в теплой и уютной, почти домашней атмосфере. В этот день и молодые супружеские пары, и те, кто прожил вместе не одно десятилетие, пришли отметить праздник, прославляющий самую большую ценность в жизни человека – семью. Гостям была представлена тематическая выставка графики из собрания Беликова «Любовь, семья, дети», а также документальный фильм «Древнерусская икона». Вторая и более неформальная часть мероприятия завершилась красочным концертом. С лирическими песнями о любви и русскими романсами выступили Виктория Сухарева, Артем Старченко и ансамбль «Сюрприз». Официально День любви, семьи и верности отмечается в России с 2008 года. Согласно истории, это день памяти княжевших в Муроме в XII-XIII веках благоверных князей Петра и Февронии, которые были образцом супружеской любви и верности и умерли в один день. В XVI веке они были причислены к лику святых и считаются православными покровителями семьи. А память о чудесах и подвигах Петра и Февронии передается из поколения в поколение и по сей день. В столице проходит восьмой международный фестиваль садов и цветов «Москов Флауэр Шоу-2019». Крупнейшее в России событие в области садово-паркового искусства в этом году посвящено театру. Свои работы в области ландшафтного дизайна представили ведущие российские и международные дизайнеры. В атмосферу красоты окунулась и наша съемочная группа. Международный фестиваль садов и цветов – это главное событие в области ландшафтного дизайна. в России, на которое приезжают лучшие мастера и эксперты со всего мира. Здесь можно увидеть выставочные сады, созданные профессионалами, открыть для себя новые имена, поучаствовать в образовательных и культурных мероприятиях. Научно-просвидетельская программа фестиваля предоставит возможность получить новые знания и навыки, посетить лекции, семинары, тренинги, расширить кругозор и приятно провести время. В этом году мы поддерживаем тему, объявленную президентом «Год театра». И вы впервые находитесь вместе с нами на шоу «Гарден Найт Лайт», где мы хотим показать вам, что свет в театре бывает романтичный, драматический, классический. Но, конечно, больше мы используем именно этой ночью. Это драматический свет, который бывает чаще в спектаклях, в драматических. На «Москоу Флауэр Шоу» впервые за всю историю фестиваля прошел уникальный ночной сеанс. Ночь в окружении зрелищных, романтичных и театральных садов с причудливой подсветкой продемонстрировала богатство ландшафтного искусства. В программе был также представлен танец «Молния» в саду «Гринханс» швейцарского ландшафтного дизайнера Йонаса Эгера. Светодиодное шоу «Танец света» на стенде «Соломенная шляпа», а также космическая опера «Огней» в эксклюзивном саду, созданном специально для «Гарденс Найт Лайт». В этом году мы, по-моему, сделали невозможное, потому что здесь стоит более 350 светильников. В этом году мы применили здесь новое оборудование, новые управляемые светильники РЖБ. Они в трех садах представлены, в том числе и в саду Юдашкина, который нас попросили подсветить именно в динамической подсветке. То есть сад вместе с гортензиями, которые там стоят, играет всеми цветами радуги. Посетителей также пригласили на экскурсию по садам, которые в этом году создали лучшие ландшафтные дизайнеры со всей России. Здесь можно узнать, чем вдохновлялись дизайнеры из Ростова-на-Дону, создавая сады Тихого Дона, каким спектаклем театра посвящен Вишневый сад Галины Волчек, а также почему сад Вячеслава Зайцева называется «Тайны соблазна» и многое другое. В Сан-Марину при поддержке фонда «Русский мир» 10 дней проходил международный фестиваль-конкурс исполнителей русского романца «Третий романсиадов» в Сан-Марину и Италии. О том, кто стал лучшим, давайте узнаем. В этом году на сцене собрались лучшие исполнители русского романца из Германии, Чили, России, Дании, Италии и других стран. Своё мастерство продемонстрировали профессионалы и любители высокого класса, авторы романсов, студенты музыкальных училищ и консерваторий и юные дарования. Галоконцерт победителей и церемонии награждения состоялись в старинном оперном театре «Титано». В номинации «Надежда романсиады» лучшими стали Анастасия Каралла и Наташа Муджео из Италии и участницы из России Варвара Верховская и Ангелина Дорофеева. Из профессионалов лучшими были признаны Ильнара Мюрманс из Нидерландов, Екатерина Житарь, Сергей Комаров, Олег Кропчетов и Наталья Романова из России, Бруно Варгас из Чили, Регина Бендинскайте из Германии. Несколько участников из Нидерландов, Италии, Чили и России были приглашены выступить в Государственном Кремлевском дворце на концерте из цикла «Звезды романсиады в Кремле» в рамках концертной программы «Международный день русского романса». О самых интересных событиях из жизни русского мира вы узнаете в нашем следующем информационном выпуске. Смотрите нас на сайте tv.ruskimir.ru, а также подписывайтесь на наш канал на YouTube, чтобы не пропустить новые программы. Давайте делать новости вместе с телеканалом «Русский мир». Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин